Конец двухнедельного белорусского отпуска 32 наемников ЧВК «Вагнер». Накануне Беларусь передала задержанных в конце июля наемников России. И это вопреки запросу Украины выдать 28 вагнеровцев, вероятно, причастных к боевым действиям на Донбассе. С чего все начиналось и чем может закончиться для Беларуси история с российскими наемниками, мои коллеги расскажут. Это кадры спецоперации белорусских спецслужб двухнедельной давности. В санатории недалеко от Минска силовики задерживают 32 мужчин. Запрещенный предмет есть какие-нибудь? Оружие, наркотики. Уже через несколько часов на срочном совещании Совбеза Лукашенко докладывают, задержали именно боевиков частной военной компании «Вагнер». Возле города Минска было задержано 32 гражданина Российской Федерации, члена военизированной организации, частная военная компания «Вагнер». Все задержанные имеют... Это абсолютно точно установлено, что это компания «Вагнер». По версии белорусского следствия, в страну наемники прибыли, чтобы расшатать ситуацию накануне президентских выборов. У Кремля же на готове была совсем другая версия. Это сотрудники частного охранного предприятия, которые в рамках коммерческого контракта в третьей стране должны были обеспечить безопасность объектов энергоинфраструктуры и энергоресурсов. Здесь нет никакого криминала и никаких противоправных действий. Как выяснилось позже, у 28 из 32 задержанных боевиков богатое криминальное прошлое. Они причастны к боевым действиям на Донбассе, а у девятерых и вовсе украинское гражданство. В связи с этим офис генпрокурора Украины направляет в Беларусь запрос об экстрадиции, чтобы судить их здесь, по украинским законам. Усим 28-ми особам, среди которых 9 граждан Украины, было поведомлено про подозру в участке у террористичной организации. Шевченківским районным судом города Киева подозрюванным обрано запобежные заходы у виглядя тримания под вартою. Слідством встановлено, что эти особи брали активную участь у боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей у складе террористичных организаций ЛНР и ДНР. Но не вышло. Накануне Беларусь всех задержанных боевиков передала Россия. Неожиданное решение соседей возмутило официальный Киев. Президент Владимир Зеленский назвал это плохой историей. Декілька слів про важливе з великої літери. Про тих самих вагнерівців-демонів сучасної війни, яких уряд Беларусі віддав Россії. Людей, які дійсно мають стосунок до безумовного втручання у справи як Беларусі, так і України. Перш за все України. Демонстративно віддати третій стороні. Ми розуміємо, що вагнерівці все одно повернуться до свого звичного заняття – розповсюдження війни. Дай Боже, щоб білоруській владі не довелося і на своїй території отримати ще один палаючий і знекровлений Донбас. Створити, який всі ці вагнерівці дуже добре вміють. У Києва практично не було шансів получить кого-то із задержанних в Беларусі боєвіков, уверен воєнний експерт Євгений Снігірєв. Лукашенко, по його словам, взамен на виданних вагнеровців, получив неограничену підтримку Путіна. Скорше за все йдеться про те, що Путін буде гарантувати Лукашенко те, що він залишається на термін своїх повноважень, вводить на певні поступки. І поступки ці будуть стосуватися в першу чергу і стосунки Білоруси і України. Республіка Білорусь хитнулася у так звані в лапках братні обіймі Російської Федерачі. А це дуже небезпечний сценарій для України. По повозвращению в Росію горе-наємники, скоріше всього, не окажуться на скам'є підсудимих, уверен адвокат Николай Полозов. Але рискуєт повторити судьбу біглих граварей непризнанних республік Донбасса. Я не думаю, що вони понесуть якесь наказання, тому що, ну, яркий пример, Ігор Стрелков, чоловік, який сам признавався, що совершав несудебні казни, убивав людей, і в Росії чувствують себя совершенно замечательно. Тобто, якщо навіть його, скажімо так, очевидного преступника ніхто не преследує, то в отношении його братьев по оружію, так называемого, який Білорусь передала Російська Федерация, я думаю, що нічого страшного з ними в Росії не буде. А в случае необходимости Кремль вновь буде використовувати наємників, в тому числе і 32-х освобожденных накануне по їх прямому назначению. Татьяна Сулей, Телеканал Дом. Субтитрувальниця Оля Шор Продолжение следует...